Приветствую вас, и в том, что касается ребенка, я, пожалуй, соглашусь со своим коллегой. Действительно, ситуация здесь такова, что ребенок понял, что после того, как вы на нее покричите, и она побудет обещанной, вы будете ее баловать, всячески делать для нее какие-то вещи, и в результате этого она получает выгоду. То есть она делает это именно для того, чтобы получить выгоду. Вам надо понять, что именно чувство вины, которое у вас есть, она использует для своего блага. И до тех пор, пока вы будете это чувство вины реализовывать на нее, то есть пока вы будете себя винить, в том, что все произошло, так и будет продолжаться. На самом деле, ваше чувство вины, оно является навязанным. То есть один раз вы сорвались случайно, а те как случайно, но на самом деле не случайно. Вы говорите, что у вас социальная изоляция, вы говорите, что у вас там есть свои проблемы, эти проблемы на вас давят, в результате серьезное эмоциональное и нервное напряжение у вас имеется. И как следствие, один раз вы не выдержали, на дочку наорали, и потом начали испытывать чувство вины. Дочь увидела от этого вашего чувства вины только для себя плюсы, и теперь это использовала. Отсюда не сложно догадаться, что винить себя не нужно, вы человек, ваша дочь специально вас выводит из себя для того, чтобы получить какие-то плюсы. И дело не в том, что вы не виноваты или не виноваты, когда кричите на дочь. Дело в том, почему вы кричите на дочь. Крик – это последнее оружие, последнее средство, чтобы сделать так, как хотите вы. Но зачем вам делать так, как хотите вы, или потом все равно вы историцей это все восполните. Грубо говоря, когда вы на нее кричите, вы заставляете ее делать то, что нужно вам. Но когда вы руководствуетесь чувством вины и делаете для нее все, что нужно, и даже больше, вы делаете три шага назад. Так получается, что один шаг вперед, три шага назад. Только потому, что вы испытываете чувство вины. Но для того, чтобы испытывать чувство вины, вам нужно обязательно разрешать свои внутренние проблемы, свои личные проблемы. И тогда вы будете счастливы, а значит будет счастлива ваша дочь. Задумайтесь, почему ей нужно, чтобы вы были виноваты. Задумайтесь, почему ей нужно, чтобы вы испытывали чувство вины и баловали ее. Потому что так вы делаете ее счастливой. Дочь хочет быть счастливой. А в обычное время вы несчастливы. И значит несчастлива она. И значит у нее есть стимул к тому, чтобы так себя вести. Ведь ребенок не понимает, почему он не может быть счастливым. Ребенок хочет быть счастливым. А вы несчастливы, и с вами он не может быть счастливым. Отсюда такое ее поведение. Далее. Вы говорите депрессия. Депрессия является диагностированным заболеванием, которое может ставить только врач. То есть диагноз... Диагноз может ставить только врач. Пока этого диагноза нет, у вас депрессивное состояние. Дальше. Вы говорите, когда пищите испытываете счастье от материнства. Вы знаете, материнство это не то, от чего нужно испытывать счастье. Обычно человек испытывает счастье уже априори. То есть де-факто. А на материнство человек свое счастье просто перенаправляет, делая счастливым ребенка. Такое ощущение, что вы хотите, чтобы материнство делало вас счастливым. Так, это счастливый. Так не бывает. Ребенок не должен делать вас счастливым. Вообще-то говоря, наоборот. Это вам нужно делать ребенка счастливым. Так что, просто вы не испытываете счастье от материнства. Это вполне нормально. Потому что все дело в отсутствии счастья у вас саму. Далее. Ну, про чувство вины мы уже сказали. Надеюсь, вы здесь делаете для себя выводы. Далее вы пишете, есть спрос в половой партнер. Ага, значит, ну, далее вы пишете, что вам хочется... Почему-то все равно хочется по-людски с мужчиной, хоть и без любви. Ага, ну, то есть здесь понятно. Вам нужно очистить себя женщиной. И с мужчиной вы все-таки чувствуете себя женщиной. Дальше. Нормальные отношения, поскольку никак не получается. Видимо, непосреднюю роль играет моя социальная изоляция. Подруг у тебя нет, и никто не может меня с тем познакомить. Вы пишете, что няни у вас в поселке нет. А также вы пишете, что подруг у вас тоже нет. А с чем связано то, что у вас отсутствуют подруги. То есть, были ли они когда-то? Если их были, то почему учились? Что на это повлияло? Как повлияло? Как вы себя вели? И так далее. А так непонятно, если у вас, например, как мы говорим, есть неподнокомность, значит, он начинает попробовать поднакомиться в интернете. Ведь сюда же вы написали, значит, и в интернете могли бы поднакомиться. Далее. Вы пишете, что на этой стороне я хочу серьезные отношения. Для чего? Для чего вам серьезные отношения? Если по той же причине, что вы хотите человеческого тепла и любви, то это скорее личные желания. Это скорее неуверенные в себе, которые у вас произошли в результате того, что вы остались одна с ребенком. Кстати, как обстоят дела с отцом ребенка? Если у него на вас обиды, отпустили ли вы его или переживаете? Далее. С другой стороны, боюсь, очень боюсь. Чего именно вы боитесь? Тоже непонятно, но нужно с этим разбираться. Монит еще. Страх этот мне мечтает вести нормальный роман. Страх чего? Вы говорите, я боюсь. Чего вы боитесь? Чем для вас так опасны отношения? Если тем, что вас бросат, то вам нужно, во-первых, сделать так, чтобы бросили или не бросили, вам было все равно. Для этого необходимо быть счастливой. И именно вставать на путь личностного роста. То есть достижение того, чего вы хотите. И второе, это нужно вести себя так, чтобы у мужчины не было желания вас бросаться. То есть, по сути, речь идет о выстраивании и о коррекции женскому поведению с вашей стороны. А также речь идет о критериях мужчин, критериях мужчин для вас. И о средствах их подбора, а также расширении географии их поиска. То есть, используя все новых и новых средств для налаживания возможных контактов. Далее вы пишите, что в итоге вы или не там, собственно, вы срануете здесь себя с башней Крылова. Я вас очень хорошо понимаю, но тем не менее, все в ваших руках. То есть, смотрите. Основные проблемы-то какие? А проблемы, что-то великий рядочек. Чувство вины, как следствие неуверенности в себе, что повлияло и на распад ваших отношений со всем ребенком, и на то, что вы сейчас боитесь новых отношений. Пожалуй, в этой неуверенности в себе и кроется вся основная проблема. А вот, собственно говоря, и то, что вам можно сказать. Как указал мой коллега, его ответ самый первый, значит, нужно, вообще говоря, проанализировать ваши детско-родительские отношения. Почему, например, вы никак не можете рассчитывать на помощь МАП? Да, понятно, что она работает, но... Вы родитесь, что она именно вышла на пенсию. Но ведь вы можете сами подыскать работу, она увольняется, вы работаете, обеспечиваете вас, и все, проблема решена. В чем проблема? Вы не пишете об этом. Что-то вы говорите. Мама моя еще на пенсии. Еще не на пенсии. Это момент не МАП. Далее. Ни одной посылки у вас нет. Профессиональных, наверное, может быть, нет. Но вы можете всегда договориться с какой-нибудь женщиной, если бы она сидела с ребенком за определенным папом. Почему нет? Она тоже не очень поняла. Ну, может быть, профессионально с меня нет, но любая женщина, женщина, которая вырастила ребенка, она знает, как бы, как вести себя детьми, и могла бы вообще спокойно с вашей дочерью посидеть. Кстати, это помогло бы вам посмотреть на ваши дочери страны, на отношения вашей дочери с этой женщиной, и вы бы поняли, как ребенок ведет себя с ней, и поняли бы, ну, яснее для себя мотивацию деятельности девочки. И здесь мне тоже непонятно. То есть, варианты, да, немного, но они есть. И такое впечатление, что вы удерживаете себя сами в своем вот состоянии, потому что оно чем-то для вас выгодно. Вот, например, такая вот, понимаете, раковина, скорлупа, в которой вы спрятали, чтобы, например, не повторить тех переживаний, которые у вас были, когда вас бросал ваш молодой человек. Отец, девочки, тогда получается, что вы не переселите отношения, то есть, вы их еще не отпустили, и вот отсюда все корни ваших проблем. В целом, чтобы ситуацию вашу изменить, нужно предпринимать что-то, нужно рисковать, нужно использовать непривычные модели поведения. А у меня такое ощущение складывается, что вы используете именно привычные модели поведения, пытаетесь использовать. То есть, когда мама будет на пенсии, вам будет удобно, но ведь действительно за два года с вами может случиться какая-то нехорошая вещь, если вы будете жить так. И почему вы не хотите взять ситуацию в свои руки, поговорить со своей мамой, вместе прийти к какому-то решению и так далее, никак не понятно. И ваша мама, я думаю, тоже будет не против того, чтобы раньше, например, выйти на пенсию, условно говоря, ну, то есть, раньше закончить работу. Уверен, что за два года там стаж ненамного, и ее пенсию увеличат. Тем не менее, вопросов много, много ситуаций тоже, ну, решают совершенно разных подходов. Здесь и ваша роль как матери, здесь и ваша роль как подруги, то есть, социальная роль, здесь и ваша личная роль, и идентификация себя как женщины, и отношения с мужчинами, и, собственно, самооценка, и самоуважение, и личные цели, и желания, и мечты, о которых вы говорите. То есть, мечта – это то, к чему человек всегда идет. Вы же из-за того, что не желаете менять свои модели поведения с привычных на непривычных, так и оставляете их в форме мечты. Я бы не хотел, чтобы так было. Но, тем не менее, вы это делаете. На этом все. Я вам указал направление работы, но для реального решения вашей проблемы нужно именно консультироваться, нужно именно работать. А работать в первую очередь вам над изменением отношения, отношения к тому, что происходило, и продолжает происходить в вашей жизни. Возможно, чтобы лучше понять себя, возможно, чтобы лучше понимать, кто вы, куда вы идете и к чему стремитесь. Возможно, чтобы повысить себя уверенность в себе и избавляться от комплексов. Также отдельно представляет отдельную, ну, отдельный аспект представляет самый ваш страх, который, безусловно, мешает вам, но который вы никак не раскрываете, а это отдельная работа. Отдельная работа со страхом. Также не ставьте сам себе диагноз без вердикта профессионала. Это, опять же, ни к чему хорошему не приведет. И старайтесь вспомнить, что ваши интересы это только в ваших руках, и от них, от вас зависит сейчас и ваша дочерь, которая наблюдает сейчас ваше поведение. И если это поведение будет неадекватным по отношению к ней, то у дочери будут проблемы в будущей жизни. Вы же не хотите для нее этого. Если не хотите, то тогда нужно вам приступать к работе над собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился смартфет. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.